Всем привет, ребята! С вами Ежаня. Хорошего вам настроения. Сегодня мы покатаемся на танке Ranger. Это у нас танк из нового боевого пропуска нашего. На 30 уровне с особым боевым пропуском вы можете его забрать. Покажу еще. На него есть вот такой вот на 55 уровне интересный камуфляж. Еще я его пока не забрал. Но выглядит очень круто на самом деле. Какие-то весики. Сзади вот такой вот непонятный камень здесь с электричеством. Какие-то электротрубки. Ну, в общем, такой прикольный на самом деле. Здесь пила еще есть. Ну, внешний вид, как всегда, на высоте. Вот. Вездеход он называется этот камуфляж. Сегодня покатаемся. Посмотрим, что за танк. Вообще, как он ведет себя в бою. Поехали. Не забудьте поставить в видосику лайк и подписаться на канал. Будет еще много интересного. Так, давайте закатим в бой. Попали к шестерочкам, да? Сейчас посмотрим, что танк может показать. На самом деле, танк ничего особенного из себя не представляет. Он похож очень на танк Т-21. Сегодня обязательно мы все это сравним. Вот. Для сравнения вам Т-21. Они просто максимально похожи на самом деле. Просто идентичные практически танки. Вот. Но я бы сказал, что Рейнджер это улучшенная копия Т-21. Сейчас попробуем еще покатать. Очень подвижный, конечно. Реально подвижность просто на высоте. Действительно классный такой легкий танк. Вот. Если вы любите легкие танки, то вам этот танк, ну, должен зайти. Реально. Так. Сейчас попробуем еще пострелять. Диверсант нас уже обидел, да? Брони у танка, ну, прям совсем нет, я бы сказал. То есть, о каком-то танковании здесь речи даже и близко не идет. Вот. Но мы попробуем сейчас еще пострелять. Диверсант хотя бы что-то может танкануть, видите? А мы, к сожалению, не можем ничего вообще танкануть, даже и близко. Так. Ну, постреливаем. Пока пытаемся. У нас тут уже ВК заезжает. Такой смелый парень, да? Так. Ну, видите, как точности вполне себе хватает. Стабилизация у танка не очень хорошая. Но, в принципе, для вот именно легкого танка, то здесь все, в принципе, не так уж и плохо. Так. Давайте попробуем заехать еще пострелять. У танка неплохой ДПМ для своего уровня, так скажем. Но, в принципе, может что-то показать более-менее. Так. Ну, давайте попробуем здесь вот пострелять в ребят. Да, здесь, конечно, ну, ВНы, в принципе, позволяют, видите, как вниз постреливать. В принципе, с этим тоже все отлично, на самом деле. Ага, вот у нас пудель. Так. Хорошо. Хорошо. Надеюсь, нам наши сверху справятся и помогут нам, потому что пока что у них не особо получается там все. Так. Ну, отлично. В принципе, закатывается и назад тоже танк. С этим вообще никаких проблем. Быстро можно выехать, отстреляться и закатиться обратно. Это вот фишка танка, на самом деле. Очень прикольно. Так. Попробуем забрать пуделя, если у нас получится. Альфы чуть-чуть не хватило. Реально, чуть-чуть буквально не хватило Альфы, к сожалению. Так. Ну, мы стараемся все равно максимально доигрывать. Вот сейчас был рикошет. К сожалению. От квадратной Матильды это был очень непонятный момент, если честно. Как так вообще получилось? Так. Заряжаем адреналин. Пытаемся добрать ребят. Очень быстро танк перезаряжается. Ну, с этим все просто максимально приятно, на самом деле. Надо забрать Леопарда срочно. Отлично стреляет на ходу. В принципе, с этим тоже никаких проблем. Сейчас получим плюшку. И попробуем покрутить ВК. Очень подвижный, реально очень подвижный танк. Все, именно, максимально приятно для тех, кто именно любит легкие танки. Отлично. Уже набалабасили урон. Отлично. Все идет. И добираем ВК-шку, и все супер. Ну, если честно, вот очень подвижный, серьезный. Действительно, очень крутой танк для тех, кто любит именно легкие танки. На нем максимально приятно играть. Вот выкатываться, давать шот и закатываться обратно. Ну, очень круто. 2.300, ребят. Ну, я считаю, на шестом уровне это вполне себе годно. В основной калибр получил. Ну, не знаю. Я согласен, что, может быть, противники не суперскилловые там попались. Но, в целом, ну, танк достаточно приятный, я бы так сказал. Ну, давайте посмотрим, что настреляли. Ну, просто топчик, на самом деле. Вот. Но надо уметь на нем играть. Подставляться нельзя, желательно. Потому что, ну, у танка нет брони. Сейчас мы это, конечно же, все еще разберем. Давайте посмотрим на сравнение танков. Сравнивать в первую очередь будем с Т-21. Потому что, как видите, танки максимально похожи. Но, я же говорю, это улучшенная версия Т-21. Накидал еще для сравнения премиумных коллекционных еще пару прокачиваемых танков. Чтобы вы могли сравнить все с Альфой 160. Кто-то с барабаном, кто-то без. Вот, смотрите. ДПМ отличный. Лучше, чем у Т-21. В принципе, танк быстро перезаряжается. Для такой Альфы, да. Ну, в принципе, нормально. Так, пробития не хватает. Часто придется вам заряжать голду. Голда с пробитием 177. Обычные снаряды 128. Вот, я же говорю. Этого реально вам, ну, часто не будет хватать. Особенно против седьмых уровней. Фугасы можете вообще, в принципе, не заряжать. Пробития 20. Ну, редко кого можно пробить. Ну, редко у кого меньше 20 миллиметров брони. Поэтому, в принципе, можно их вообще не заряжать. Дальше, что у нас? Сведение. В принципе, неплохое. Вот, для, ну, так сказать, легкого танка. Это вполне себе такое средненькое, я бы сказал, сведение. Вот, есть лучше, есть хуже. Вот, но разброс, как видите, лучше, чем у Т-21. И, в принципе, он довольно-таки неплохой на своем уровне. Вот, только диверсант может похвастаться разбросом получше. Стабилизация, в принципе, неплохая. Но сказать, что она суперкрутая, то нет. Наверное, есть на уровне и получше танки по стабилизации. Вот, то есть на ходу при движении по роте башни прицел, ну, расходится, но не сильно. Увэй на минус 10, здесь все максимально приятно. За всякие бугорочки постреливать идеально. То есть, сможете играть от рельефа местности. То есть, в принципе, здесь все хорошо. Максимальная скорость 60 км в час. Это не лучший показатель. Но, в принципе, этого хватает, чтобы перемещаться с фланга на фланг. Вполне себе уверенно. Постоянно менять позиции, крутить врагов, там, и так далее. Плюс удельная мощность. Очень крутая, на самом деле. Это 30 почти лосадей на тонну. Но, вот, в принципе, ну, я считаю, что это очень круто. Даже для легкого танка у многих есть и похуже. Вот. 48 скорость поворота шасси. Ну, в принципе, достаточно обычная, я бы сказал. Есть и получше, есть и похуже. Вот. Но этого хватает. То есть, вполне себе танк очень поворотливый. Вот. И доходность. Доходность у танка наверняка есть. Она на уровне где-то 145-150%. Давайте посмотрим, что мы пофармили. Сейчас я вам не показал. Ну, 60 тысяч кредитов мы вывезли, да, за вот такой вот урон. 2-300. Ну, урона на балабасили, в принципе, много. Но, ну, я бы не сказал, что это суперфарм какой-то, да. Но танк кредиты приносит. Так. Что еще важно знать, что у танка, в принципе, брони нет. Сейчас еще отдельно это покажу. Статистика по проценту побед еще не собрана. Здесь говорить пока не о чем. Вот, смотрите. Я вам сейчас сравню рейнджер и Т-21. Вот рейнджер, да, у нас по броне. Все желтенькое, зелененькое такое, да. Вот. И Т-21. Очень похоже. Корпуса почти одинаковые. Вот. Ну, башня немного видоизмененная, в принципе. Т-21. Это танк, который у нас тоже есть. Уже мы в марте получали его, собственно говоря, в каком-то ивенте. И его можно было получить бесплатно. Наверное, даже подписка, по-моему, была на него. Ну, в общем, в принципе, танки, как видите, практически идентичные. Ну, Т-21 немножечко выше. Вот. А так все одинаковое. Броня одинаковая. Ее, в принципе, нет. Танкануть можно только вот этим маленьким кусочком маски орудия. Вот. Все остальное, все, что у вас летит, все у вас пробивает. То есть, нигде брони нету такой, чтобы можно было где-то что-то танкануть. Может, какой-то где-то скосы, конечно, сделать рикошет. Но на это я бы не надеялся. Все, что у вас будет лететь, прилетит 100%. Еще отличие от Т-21, если вы можете заметить, то есть бортовые экраны. Вот эти вот 5-миллиметровые. Здесь они будут спасать вас от фугасов. Потому что, в принципе, можно и в лоб фугас поймать. Я вам скажу, от какого-нибудь СУ-152 или КВ-2 там можно вполне себе уверенно получить на косарь урона. А это, скорее всего, будет для вас смерть, потому что всего 900 хп у танка. Поэтому ваншотнуть вас, ну, то есть, одного выстрела убить, в принципе, вообще никаких проблем у каких-то фугасных монстров нет. Поэтому подставляться никогда нельзя. Но вот эти экраны могут вас сбоку спасти. У Т-21, видите, как их нет. Вот такой вот интересный танк, на самом деле. В принципе, я бы не сказал, что он там супер какая-то имба будет наверняка, да. Давайте еще боечек покатаем и посмотрим. Так, попали уже к серьезным дядям. Вот КВ-2 у нас есть. Ну, если КВ-2 меня шотнет, то, в принципе, это будет очень показательно, на самом деле. Вот. Ну, я постараюсь не подставляться, конечно же. Так, что у нас тут? У нас много тяжей, да. Попробуем прорашить направление СТ. У них, в принципе, две СТ-шки. Надеюсь, тяжи сюда не поедут. Ну, очень подвижные. Можно посветить. Конечно, я понимаю, что засвет в этой игре там не играет, ну, сильно большой роли, как в больших танках. Но, в принципе, кого-то засветить можно, да. Так, вот у нас хайскор, да. Уже реально тусуется здесь бедолага. Но может залепить вам на 280. Его тоже надо опасаться. Такой серьезной дядькой, на самом деле. Так. Что там? Наши тяжи продвигаются. Хайскор, в принципе, особо... Он просто уехал, на самом деле. Я думаю, что надо бы, наверное, заехать, просто захватить точку. Кстати, как ЛТ-шка, да, вот... Что мне нравится в легких танках, что у них крутая маскировка, на самом деле. Вот. Они могут стоять в каком-нибудь кустике и часто постреливать, и вас будет не видно. Или точно так же там издалека постреливать. Реально как... Ну, сейчас попробуем издалека пострелять. Может быть, кого-то здесь сейчас поймаем. Вот, честно говоря, я сомневаюсь немножечко. Ладно. Давайте попробуем вот так вот сделать. Пострелять, да? И видите, мы не засветились, на самом деле. Вот. Ну, все с этим отлично. Это легкий танк. Так, попробуем заехать уже... Ух, красиво вылетел. Заехать с другой стороны уже и попробовать пострелять. Ну, я думаю, что если сейчас ребята на нас агрятся, то мы здесь не выживем. Но, в принципе, можем в любой момент попробовать уехать. А вот сейчас было обидно, честно говоря. Вот у ПЗшки очень крутой ДПМ, на самом деле. Поэтому можно ее только разве что закрутить. И, может быть, у нас что-то получится. И то, видите, как нам не хватает, чтобы крутить СТшки. СТшек, в принципе. Поэтому... Так, ну, вроде справились. Давайте поможем с АТшкой. Вот здесь вот ВК. Отлично. Видите, как на ходу даже можно пострелять. Так, ну, вроде как играем от подвижности. Все делаем правильно. Попробуем вот здесь вот помочь. М6 тут загулял, так сказать. Так, наши ребята потихонечку сливаются. Ничего у них особо не получается. Но мы стараемся помогать. Все равно, да. Это танк поддержки. Нельзя играть на нем как-то по-другому. Вот, вылазить сильно на врагов. Так, ну, все отлично. Мы, в принципе, справились. Поддерживали наших союзников. И вот так и играется этот танк, на самом деле. Посмотрим, что настреляли. Не думаю, что там будут супер какие-то цифры. Ну, реально, танк просто вот для мега подвижных вот ребят. Вот, кто любит подвижные танки, то это просто шикарные танки, я вам так скажу. Ну, 1700. Я думаю, это уже не так уж и плохо на шестом уровне, реально. То есть, пофармить можно, так сказать. Вот, я бы, честно говоря, наверное, не продавал бы этот танк. Его можно продать, кстати, за 500 золота, если вы не знаете. Сейчас я вам покажу, да. Видите, как 500 золота можно продать. Так как это коллекционный танк. В общем, вот такой вот танчик, ребята. Вот такой вот обзор Ranger. Новый танк. Прошу любить и жаловать. Прикольный. Мне, на самом деле, понравился. Если вам понравился видосик, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Мне было бы очень приятно. Будет еще много интересного. Подписаться можно, клацнув вот здесь вот на ежаньку. Спасибо, что смотрели. Отличнейшего вам настроения. Всем пока.